Привет. Недавно в Firefox появился обновленный синтаксис функции ImageSet в CSS. Если вы не знали про функцию ImageSet, то она еще и обновилась. Вообще двойные новости. Так вот, до сих пор в этой функции можно было, допустим, прокидывать картинки однократному разрешению, двукратному разрешению, а теперь еще и можно прокидывать тип картинки и подключать только ту картинку из списка, которая браузеру подходит. То есть функция значительно расширилась и стала очень похожа на элемент Picture. Давайте посмотрим, как мы используем сейчас элемент Picture, как мы используем в CSS подключение картинок разного типа и как мы сможем в будущем упростить и улучшить этот способ. Давайте посмотрим на простую картинку. Cat.png. Она вставлена на страницу очень просто. Здесь написано ровно то, что на ней происходит. Рыжий кот нюхает штанину. Посмотрите, убедитесь, проверьте. Ей выставлены размеры, чтобы она не прыгала при загрузке. Ну и, в общем-то, все. Никаких стилей пока нет. Эта картинка весит полтора мегабайта, потому что она в формате PNG. Но это пока не новости. Формат PNG, он не очень хорошо подходит для фотографий. Поэтому, чтобы вставить фотографию сюда, нам нужно этот PNG оптимизировать, ну как, в JPEG, например. Да, ну, нормальный формат для фотографий. Давайте оптимизируем. Откроем нашу картинку в Scush. И здесь у нас есть JPEG. Видите, он у нас стал на 96% меньше и занимает всего 51 килобайт. Раньше был, ух, огромный. Теперь мы можем эту картинку скачать и вставить подходящим образом. А размеры картинки остаются оригинальные. Тысяча на тысячу пикселей. То есть мы сюда напишем cat двукратный JPEG и сохраним. Видите, как удобно? Аж подписи появились. Ну ладно, я думаю, вы догадались, что подписи добавил я сам. Очень удобно, когда тестируете какие-то методы вставки картинок, добавлять на них подписи. Что это за формат, что это за разрешение, и вообще, что подключилось или не подключилось. Поэтому я сделал все версии этой картинки в разных разрешениях, разных форматах, которые мы сегодня будем использовать, и подписал. Сейчас мы видим двукратный JPEG. Поскольку картинка у нас 500 на 500, исходник 1000, ну мы ретиновую версию сделали, поскольку плотность экрана в два раза больше, соответственно, мы сделали 1000 на 1000, вставили как 500 на 500. Это у нас двукратный JPEG. Нам нужно сделать однократный JPEG, чтобы вставить на экраны для однократного разрешения. Давайте пропишем это прямо в картинке. Продублируем атрибут src и напишем src set. И здесь напишем 2x, а здесь напишем 1x. То есть у нас обычный src подключает однократный JPEG. А если браузер понимает, что у него двукратный экран, он подключает двукратную картинку. Сохраняем. Ничего не изменилось. Ну ладно, давайте удалим этот атрибут. Вот, теперь изменилось. JPEG однократный. Подсказываем браузеру, что есть двукратный. Двукратный. Это потому, что экран на компьютере прямо сейчас двукратного разрешения. Хорошо, для этого элемент picture даже не нужен. Мы просто используем два атрибута. Source и Source set. Но давайте мы добавим на эту страницу оптимизированные картинки. Например, оптимизируем этого котика в VP и в Aviv. Два графических формата. Один из них с нами уже лет 10. А Aviv вот только начинает появляться. Добавим элемент picture. Обернем нашу картинку в него. Сделаем отступы. И добавим еще кое-что. Элементы source. И здесь напишем type image webp и src set. Аналогичный адрес картинки, только с другим расширением. Webp однократный. Сохранили. Видите, браузер, в этом случае Firefox, предпочел однократный WebP. Если мы посмотрим на браузеры Chrome и на браузеры Safari, открытые с этой же страницы, мы увидим тот же самый однократный WebP. Заранее оговорюсь. Я в этом видео не рассматриваю оптимальные сжатия WebP, JPEG, Aviv или еще чего-нибудь. Или какие-нибудь другие форматы. Нет. В этом видео я просто иду в скуш, выбираю настройки по умолчанию, для каждого формата графика, просто сохраняю и вставляю. Мы сегодня говорим про другое. Хорошо. Мы вставили WebP однократный. Давайте ставим сюда двукратную его версию. Мы идем в source set и дублируем эту строчку здесь вот так. Раз, два. И здесь указываем, что у нас есть еще и вариант двукратный. Сохранили. Отлично. WebP двукратный появился здесь. Ну и аналогично и в Chrome и в Safari. Хорошо. WebP получился. Но если я хочу формат Aviv сюда добавить, ну что-нибудь нужно специально делать? Нет. Вообще все то же самое. Давайте мы сравним WebP и Aviv по размеру, а потом вставим на страницу и Aviv тоже. Сходим в скуш. И давайте сравним. Слева мы выберем по умолчанию WebP, а справа мы выберем, допустим, Aviv. Это одна и та же картинка, это настройки по умолчанию. И здесь у нас картинка весит 33 килобайта в случае с WebP, а здесь у нас аж 16 килобайт в случае Aviv. И желающие могут посравнивать, насколько хорошо Aviv жмет и чем его сжатие отключается от VP, а если вам интересно, вы можете сравнить и с JPEG, довольно интересно. Возвращаемся в редактор, продублируем эту строчку и напишем здесь Aviv, Aviv и еще раз Aviv. Сохранили. Здесь по-прежнему WebP, здесь у нас Aviv, а здесь тоже WebP. Это почему так? Дело в том, что формат Aviv сравнительно свежий. Он довольно недавно появился в Хроме и пока только за флагом поддерживается в Firefox, а в Safari его не видно, не слышно, даже в Technology Preview. Поэтому пока у нас все работает только в Хроме. Ну хорошо, мы прошлись по Picture, он у нас прекрасно работает. И зачем нам какой-то CSS, Image Set и все эти сложности? Дело в том, что иногда картинку нужно поставить как фон, потому что она, например, декоративная, она неконтентная или просто ее так удобно вставить. И в этом месте хочется оговориться. Если вам нужно вставить контентную картинку как фон, лучше все-таки вставить ее как контент, потому что браузер будет знать, что она контентная и правильно ее загрузит с нужным приоритетом и так далее. То есть это все не просто так. Но в этой ситуации мы решили, что картинка декоративная, и давайте сделаем пример, в котором мы имеем новостной блок с новостью, что кот понюхал штанину, а фоном у него идет тот самый кот, но это тизер статьи, поэтому настоящая контентная картинка будет внутри, а это так, превьюшка. Это, в принципе, довольно-таки декоративная картинка. Договорились и сделаем. Давайте для начала заведем какую-нибудь раскладку, например, display-grid, grid-template-columns-1fr-1fr, ну, классика. Ну и пока ничего не поменялось. Сразу опишем его здесь. Ну и что здесь должно быть? Display-block, чтобы не мешался отступом снизу. Max-width, чтобы вписывался в колонку. Ну и height-auto, чтобы при резине не искажалась картинка. Так, сохранили, пока ничего не происходит. Ну, дальше будет веселее. Дальше заведем блок для нашей карточки. Article-class-feature, ну, такой фичер. Здесь у нас будет h2, например, feature-title. Внутрь мы напишем сенсационную новость, например, кот понюхал штанину. Ну и давайте, наверное, завернем это в ссылку как-то так. Ссылка у нас будет feature-link. Ну, а здесь мы вот так сделаем. Окей, что дальше? Дальше делаем красиво. Берем наш feature, заводим отдельный блок и начинаем оформлять. Собственно, первым делом добавим самое важное. Возьмем нашу картинку фоновую и вставим. Мы же ради этого все здесь делаем, правда? Background-image, двойной JPEG положили. Ну, и примерно так. Уже нормально. Сделаем получше. Background-size-cover. Вот, уже начинает становиться похоже. Давайте, наверное, сделаем заголовок и ссылку посимпатичнее. Например, feature-title margin 0 по умолчанию. Font-weight тоже normal. Спозиционируем, например, вот так. Display-grid, align-items-end. Ссылка лежит внизу. Давайте ссылку покрасим, чтобы ее было видно. Так, feature-title, feature-link, color-white. Ну, и текст-decoration уберем тоже. Текст-decoration-none. Хорошо. Так, надо добавить всяких паддингов, отступов, всего остального. Например, паддинг 0.7 емов. Так, font-size не забыть. Font-size, например, 50 пикселей. Ага, давайте line-height сделаем получше, поплотнее. Line-height 0.7 тоже. Во, совсем хорошо. Прямо сейчас у нас две проблемы, как вы понимаете. Первая связана с дизайном этой карточки, а вторая проблема с фоновой картинкой. В предыдущем примере мы использовали элемент picture, чтобы вставить разные форматы графики под подходящую ситуацию. А тут мы просто вставили jpeg и все, да? А как мы можем вставить однократный jpeg при такой ситуации, а двукратный jpeg при другой ситуации? Ну, хотя бы с этого начнем, да? Сначала сделаем это, а потом попробуем сделать так, чтобы заголовок не сливался с нашей картинкой. Ну, как делали раньше? Раньше писали add media, дальше min, resolution 2, dppx. И тут уже повторяли селектор, оставляли, допустим, только графику, и получалось, что у нас тут двукратный jpeg, а тут jpeg однократный. Ну, из-за того, что background size cover, нам не важно тут, какие размеры прописаны. Главное, что по умолчанию однократный, а здесь двукратный jpeg. Сохраняем. Ну, jpeg по-прежнему двукратный, значит, все в порядке. Нет, ну мы можем, конечно, пошутить, чтобы проверить. Давайте сюда пропишем 1x. Работает, видите? Справа jpeg стал однократный. Значит, стили срабатывают. Поменяем. Все, двукратный jpeg. Раньше действовали так. Но это не очень круто и не очень удобно. Давайте уберем эту красоту. К нам вернулся однократный jpeg. И сделаем кое-что другое. Возьмем это все, вырежем и напишем image set. И здесь опишем наши картинки. Раз, два. Здесь у нас будет двукратный jpeg, запятая. А здесь у нас будет однократный jpeg. Ну и аналогично пропишем здесь. Сохранили. Видите, jpeg снова двукратный. Мы можем проверить и пошутить, и написать здесь однократный jpeg. Проверить. Да, все работает. Дешевый способ проверки. В итоге мы в одной конструкции можем описать background image однократный, двукратный. Если вы сомневаетесь про кросс-браузерность, у вас есть на это причины. Это у нас в Firefox все отлично. Это у нас в Safari тоже все в порядке. А это у нас в Chrome. И в чем проблема здесь? Давайте посмотрим. Дело в том, что Chrome все еще почему-то нужен WebKit image set. В Firefox он ломается. В Safari и в Chrome теперь все в порядке. Отлично, мы получили вставку однократного и двукратного jpeg в очень компактном классном синтаксисе. Но у нас осталось еще кое-что. У нас остался vp, aviv. А это как туда засунуть? А для этого у нас есть развитие с синтаксиса image set. Смотрите. Мы берем, дублируем. Так, не забываем запятую. И пишем здесь двукратный vp, двукратный jpeg. И что? Как браузер поймет, что из этого что? А мы вот что-то напишем. Type image vp. Ну и продублируем здесь то же самое. Раз. Видите, здесь двукратный vp и здесь двукратный vp. То есть, если сравнить синтаксис вот с этого, два раза vp, два раза jpeg, и с тем, что у нас в разметке есть. Видите, у нас тут тоже описано два раза. И фаллбэчится на jpeg. Все то же самое, что здесь указано. Ну и выгадаете, что нужно сделать, чтобы добавить поддержку aviv? Вы не поверите. Берем и просто пишем. aviv. Ладно. Раскопируем. Сохранили. И ничего не поменялось. Чтобы посмотреть на кроссбраудерность, давайте сходим сюда и вместе немножко поплачем. Да, грустно. Дело в том, что новый расширенный синтаксис image set не поддерживается нигде пока, кроме Firefox. То есть, даже никакой флажочек вам не включить. И у вас может возникнуть вопрос. Откуда ты знаешь, что он работает? Ну ладно, с vp получилось, а с aviv? Это тот самый момент, когда я ловко включаю флаг поддержки aviv в Firefox, и все начинает работать. Сходим в about.config. Поищем здесь aviv. Включим его. Обновим страницу. Смотрите, у нас здесь двукратный aviv. И здесь двукратный aviv. То есть, все работает. Ладно, aviv отличный. Image set работает. Все здорово. Но давайте все-таки доделаем карточку. У нас была проблема, чтобы белый текст на картинке плохо смотрелся. Давайте вкинем туда градиент. Еще спозиционируем ссылку. Ну, раз уж взялись. Давайте поверх картинки тоже нарисуем градиент. Он является частью фоновой картинки. Поэтому мы сделаем вот так. Добавим отступ. И напишем linear gradient. Запятую не забудем. И, например, to top, чтобы он шел снизу вверх. Запятая от черного, black, до прозрачного, transparent, 70%, например. Во. Так гораздо лучше. Смотрите. Теперь текст контрастный. Ну и давайте разберемся со ссылкой. Смотрите, какая она у нас сейчас. Ссылка является только вот эта часть. А было бы классно, чтобы вся карточка была ссылкой. Ну, давайте кое-что сделаем. Заведем position relative. Хм, интересно. А дальше что? А дальше пойдем к нашей ссылке и провернем трюк. Я думаю, многие из вас уже знают, к чему я веду. Остальные следите за руками. Link before. Position absolute. Top. Right. Bottom. Left 0. Ну и, конечно же, контент. Обновили. Смотрите. Теперь, где бы мы ни кликнули по этой ссылке, у нас чувствительная вся карточка. Хотя, фактически, она находится здесь. И мы имеем понятную и простую семантическую структуру. Ссылка внутри заголовка. И туда не попадает ничего лишнего, если вдруг там будет какой-нибудь контент. Но кто-то может сказать, раз уж взялся сделать карточку, тогда делай до конца. Чего тут показал? Ладно. Давайте сделаем вот что. Сделаем так, чтобы она ресайзилась правильно, потому что по сравнению с картинкой она сейчас ресайзится не очень. Еще подумаем про фокус, потому что ссылку мы сделали, а хотелось бы, чтобы фокус хорошо обрабатывался. В чем проблема с ресайзом? Ну, смотрите. Я изменяю ширину, и карточка справа по сравнению с картинкой ресайзится, ну, не очень красиво, да? Давайте мы вот что сделаем. Пойдем к нашей карточке и напишем странное. maxWidth 500 пикселей и aspectRatio 1 к 1. Сохранили. И смотрите. Совсем по-другому. И очень-очень неплохо, да? Это не магия, это свойство aspectRatio. Про него я запишу отдельное видео, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Если коротко, оно позволяет любому элементу при ресайзе сохранять пропорции. Гениальная штука. Раньше это работало только для картинок и с помощью paddingHack, а теперь, ой, отдельное свойство обязательно расскажу. Ну и ссылку. Смотрите. Если сейчас мы переходим на ссылку, вокруг нее появляется не очень красивый фокус. Хотелось бы лучше. Давайте мы все это разрулим. Сходим к нашей ссылке и напишем featureLink focusVisibleOutlineNone. То есть мы отключили видимый фокус. Видите, теперь его нет. И давайте его возвращать. Помните, у нас был псевдоэлемент, который мы можем для этого использовать. Поэтому идем и, например, featureLink focusVisibleBefore. И здесь делаем outline 5px solid deep sky blue и outline offset минус 5 пикселей. Сохранили. Смотрите. Теперь, когда мы фокусируемся на нашей карточке, у нас псевдоэлемент, который накладывается поверх, зажигается собственным аутлайном. И есть ощущение, что вся карточка является ссылкой и вся она в фокусе. Хотя фактически она лежит всего лишь в заголовке. Очень удобно и красиво. Даже если многие из вас скажут, зачем нам эта проверка на тип картинки в CSS, если она нигде не работает, кроме Firefox, которым никто не пользуется, ну, вы, наверное, правы в чем-то. Но если вы не знали, что есть функция imageSet, которая позволяет подключать картинки в разном разрешении, ну, тут уже не отвертишься. Придется использовать. Ну, слишком удобно, правда? Это все на сегодня. Напоминаю, что это видео первым мы увидели мои патроны. Поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц позволит нам стать ближе. Я смогу отправлять вам письма с наклейками. Разгрызть клавиатуры. Пущу вас в секретный чат. Ну, в общем, есть варианты. А если вам и так нормально, просто ставьте лайки, подписывайтесь. Это мне очень помогает. А вы не пропустите следующее видео. Ну, и давайте обсудим в чате, что вы думаете по поводу imageSet, aspect ratio или вообще той карточки, которую я сегодня сделал. Нормально? Будете использовать? Или ерунда, можно сделать лучше? В общем, давайте поговорим в комментариях. Ну, и до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok